Продолжаем программу. Народные приемные это своего рода мост, связывающий госорганы и население. И от эффективности их работы, в том числе диалога на местах, зависит то, насколько масштабным и глубоким будет процесс обновления во всех сферах. В основе чего, прежде всего, интересы людей, их благополучие. В ряде районов Кашкадаринской области и в столице прошли общественные приемы. Ответственные лица сконцентрировали внимание на насущных проблемах, накопившихся у граждан. Вопросы образования, здравоохранения, качества жизни, трудоустройства и многие другие получают свое решение. Шухрат Шакиров расскажет в деталях. Проводимая в столице неделя общественных приемов, значительно расширяет возможности по решению волнующих населения проблем. Они связаны в частности с образованием, здравоохранением, спортом, культурой, трудоустройством граждан, а также другими социальными вопросами. Представители министерств высшего и среднего специального народного дошкольного образований, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, занятости и трудовых отношений, государственного центра тестирования. Государственные инспекции по контролю за качеством образования при кабинете министров, агентство санитарно-эпидемиологического благополучия, пенсионного фонда, акционерного общества «Дора Дормон», Ташкентского городского управления, агентство государственных услуг, сообщая, искали пути решения многих острых вопросов. Максуда Курбанова из Мирабадского района никак не может устроить своего четырехлетнего внука Яхьяджона в детский садик. Причина в длинной очереди – много желающих, а мест, наоборот, мало. Потому соотечественница попросила ответственных лиц Министерства дошкольного образования оказать содействие в этом вопросе, который изучается с целью последующего решения. Асайора Джафарова из Махалинского схода граждан Окбат Мирзоулукбекского района обратилась к представителям Министерства здравоохранения за практической помощью в восстановлении здоровья ее девятилетнего сына Диорбека Джафарова. У него редкое заболевание иммунной системы. Нет возможности для полного лечения. К тому же ослабление организма вызвало другую болезнь – астму. В настоящее время мальчику требуется углубленный анализ соответствующей процедуры. Запросы по поводу лечения данного заболевания отправлены и в зарубежные клиники. Точный анализ, а потом уже на его основе полноценное лечение. Именно в этом просит оказать содействие Саюра Джафарова. Потому с участием высококвалифицированных специалистов будет проведен консилиум, результаты которого покажут, в каком направлении двигаться медикам в диагностике и лечении данного заболевания. Мы на этой неделе, может быть, в конце сделаем консилиум и дальше будем пошагово действовать, как, чтобы мальчику было лучше. Все документы соберите, консилиум будет смотреть все. Вам позвонят, хорошо? Хорошо. Инвалид второй группы Иннабад Зоидова из Юнусабадского района просит помочь в углубленном медицинском осмотре получившего еще в детстве черепно-мозговую травму 35-летнего сына Сунната Зоидова. Представители Минздрава взяли под свою ответственность решение данного вопроса. Вышел срок лечения циррозы печени гражданина Алимова из Юнусабадского района, 1965 года рождения. Поликлиники расположены на территории, где он проживает, нет врача-инфекциониста, что затягивает сроки медосмотра. Не проводится он в течение двух лет для определения инвалидности. По справедливости и в рамках закона будет решен и этот вопрос. Общественные приемы в столице продолжаются. Организуемые народной приемной и открытые диалоги руководителей секторов с населением дают возможность обрести уверенность в своих силах, укрепить доверие государству тех, кто совсем недавно оставался в довольно-таки сложной жизненной ситуации. В результате такого подхода сбылась мечта Эльвиры Абдувалиевой из Махалинского схода граждан Коджер Каршинского района. Она до этого была вынуждена вместе с супругом, у которого инвалидность второй группы, и с ребенком стеснится в однокомнатной глинобитной лачуге. Женщина обратилась к руководителю второго сектора области и получила необходимую поддержку. За короткие сроки для них построили вот такой современный уютный дом. Подарили телевизор, стиральную машинку. Дочь Бахты Гультошева рада и условиям, созданным для занятия швейным делом. В рамках открытого диалога в Китабском районе руководители и ответственные лица Народной приемной и второго сектора рассмотрели около 100 обращений. Проблемы 30 граждан решены на месте. Острые вопросы связаны в основном с занятостью, обеспечением электроэнергией, жильем, выделением кредитов, подготовкой к зимнему сезону. Положительное разрешение получил также ряд проблем, с которыми сталкивались предприниматели. К примеру, Собор Ишмуродов поделился своими планами по расширению своего бизнеса и организацией, тем самым производства полотенец. Но в течение вот уже полугода никак не может получить кредит в размере одного миллиарда суммов. Вопрос будет решен положительно. Руководитель областного отделения Ассоциации Хунарманд Назира Джураева рассказала о трудностях, с которыми ремесленники сталкиваются при реализации своих изделий. Соответствующим организациям дано поручение организовать выставки, наладить сотрудничество с туристическими компаниями. Арухшона Хамидова из горного селения Варганза попросила оказать содействие в отделении земельной площади до строительства семейного детского садика. Ей выделят свободный участок в удобном для всех жителей месте. Для расширения семейной предпринимательской деятельности Алишеру Исматову из Махалихшона города Шахрисапс необходим льготный кредит. Его обращение по этому поводу решено на месте посредством предоставления подобной финансовой помощи в размере 30 миллионов сумм на основе программы «Каждая семья предпринимателей». Общество с ограниченной ответственностью Кеш-Кристалл в городе Шахрисапс объединяет в себе более 30 торговых точек и производственных объектов. Из-за неисправности в приборе учета электроэнергии городское предприятие по энергоснабжению отключило от магистральной линии. В результате чего остановились цеха по производству хлебовылочных кондитерских изделий. Точки услуг. Предприниматель обращался в несколько организаций, но все тщетно. После беседы с прокурором области сложившаяся ситуация была изучена в тот же день и оказана практическая помощь в этом плане. Между тем трудоустроены пять обратившихся граждан. Четрем даны направления в областные медучреждения для лечения. Требующие определенных сроков 15 обращений также будут изучены для принятия необходимых мер по решению их в рамках действующего законодательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова